Всем привет, друзья! С вами Павел, и давненько у нас не было полезных и интересных роликов. Как минимум две недели. Связано это с тем, что у нас было очень много работы, и был переезд, и одно на другое наложилось. Ну, в общем, труба совсем. Но! Я давненько хотел вам рассказать, почему мы используем на наших ригах систему HiveOS. Почему мы ставим ее, именно ее, и вот ничего кроме нее. Ну, конечно, по вашему запросу можно и Windows там, и Rave, и что хотите, но расскажу именно, почему мы делаем Hive опционально. В этом ролике я назову топ-10 причин, почему лучше использовать HiveOS. Смотрите этот ролик до конца, надеюсь, будет очень интересно, полезно и информативно. А в конце еще будет маленький бонус непосредственно от меня и непосредственно HiveOS. Давайте начнем, наверное, с того, что хотят все майнеры. Вообще все люди, которые заходят в майнинг, все хотят максимальной автономности. Чтобы риги работали максимально автономно, чтобы управление ими было максимально простым и удобным. А не постоянно вот нахождение рядом с фермой, постоянный за ней контроль, и нужен монитор, чтобы на нее зайти, как в Windows, поставить какие-то настройки, что-то изменить, где-то разогнать, где-то подогнать. Если что-то зависло, надо ехать, перезагружать, если нет ватчдога. Ну, в общем, один сплошной геморрой. Собственно, мы этого избегаем посредством Linux-системы. Linux-системы есть HiveOS и RaveOS. Про RaveOS сказать ничего не могу. Честно, вот как-то вот не зашла. Она сразу какая-то неинтересная, некрасивая. И вообще фу. HiveOS прям красотень. И эта красотень начинается как минимум сразу же с того, что там дружелюбный интерфейс, с которым все понятно, все по-русски. Можно зайти как через браузер, вообще с любого абсолютного устройства. Компьютер, ПК, ноутбук, там, не знаю, смартфон, планшет. Через что угодно. А самое главное, что можно еще так же скачать мобильное приложение HiveOS, которое также полностью ратифицированное, которое поддерживает весь-весь-весь функционал полноценной большой версии, непосредственно адаптивный к веб-браузеру и полное управление всеми вашими ригами с мобильного приложения, с телефона, в любом месте, в любое время, без какого-либо геморроя. Это ли не чудо? На самом деле я расскажу, как прийти к тому, чтобы это вообще сейчас все автоматизировать по максимуму, не только пользуясь этим приложением. А также можно настроить уведомления в Телеграме. Как непосредственно удавления в приложении, так и удавления в Телеграме. И какие конкретно вам будут приходить уведомления, вы можете настроить их непосредственно в своем аккаунте в HiveOS. Одна из самых крутейших фич HiveOS – это функция автофан. Вы заходите в риг, просто включаете функцию автофан, и все, ваши карточки переигрываться не будут никогда. Еще раз напомню, что то, что вы видите красненьким, это 85 градусов по памяти, не по ядру. Ядра у всех в карточках холодных при майнинге эфириума, а по памяти. Это не критическое значение. Да, в HiveOS он подсвечен как красненький, но это не критическое значение абсолютно. То есть 100 градусов карты, любая может жить. Затестируйте, сколько греется память на видеокарте, когда вы в нее играете, в какие компьютерные игры, и вы все поймете. В общем, функция автофан автоматически подгонит кулера под ту скорость оборотов для охлаждения той или иной карты, неважно, в каком конкретном месте она находится, чтобы ни одна из карт критически не перегревалась. За этим больше следить не нужно, и это просто потрясающая штука. Потрясающая функция это планировщик задач. К примеру, ночью у вас розетка дешевая, а днем у вас розетка дорогая. Поэтому днем вы жестко даунвольтите ваши карты, чуть-чуть занижаете хешрейт, ферма продолжает работать, не жрет до хрена электрики. Ночью, наоборот, вы высвобождаете по максимуму хешрейт, пусть она жрет как не в себя, все равно розетка дешевая. Также в планировщике можно выставлять не только эти задачи. Еще одна очень крутая фища, это программный ватчдог, который вы можете настроить, к примеру, по хешрейту. И если хешрейт будет падать ниже определенного минимума, ферма перезагрузится сама по себе. К примеру, у вас зависла одна карта, начала сыпать шары, майнер перезагрузится благодаря программному ватчдогу по хешрейту. Но существуют такие моменты, когда у вас зависает не сам майнер, а зависает вся система. Вот сами железки, сама ферма виснет. И здесь программный ватчдог не сможет решить вашу проблему. Поэтому для полной автоматизации работоспособности ваших ригов приобретается отдельная Wi-Fi розеточка, которая в случае, когда завис сам риг и программный ватчдог не решает проблему, и даже вы через приложение перезагружая риг не решается проблема, вы перезагружаете саму розетку, риг перезагружается, сам автоматически включается, и все у вас продолжает работать. Также в хайве есть огромный набор статистических инструментов. Вы можете сегодня майнить, допустим, монетку эфириум, завтра эфириум классик, послезавтра какую-нибудь другую монетку по вашему выбору, и вы увидите статистику, какую прибыльность, какой хешрейт, и как вообще работала ваша ферма на протяжении всего срока. Сделать из этого вывода, подстроить хешрейт, и прочее, прочее, прочее. То есть, благодаря всем этим инструментам, можно полностью понять и разобраться в том, что происходит с вашей фермой, с вашим майнингом, и какую доходность вы имеете в данный момент. Также, допустим, вы крупный майнер, и у вас стоит несколько ригов. Очень удобно через хайв производить настройки и управлять сразу несколькими ригами. Просто зажимается клавиша shift, вы выделяете определенное количество ригов, которые вам необходимы, и производится с ними все манипуляции. Выставляете автофан, настраиваете watchdog, меняете настройки, переводите их на другой полетный лист, на другую монетку, на что угодно. Буквально двумя нажатиями клавиш. Если вы майните на пуле хайвион, а пул, кстати, очень классный, не берет комиссию, мы сами лично им пользуемся, пользуемся очень давно. Статистика, в принципе, совпадает один к одному с what to mine. Вы можете на нем содержать, управлять до четырех ригов бесплатно. Каждый последующий риг будет стоить вам 3 доллара, но, смотрите, у вас 10 ригов, там 20 ригов, и вы всеми, всеми управляете с одного аккаунта, с одного приложения. Это капец как удобно. Есть жулики, конечно, которые пытаются делать подмены IP туда-сюда и создавать второй-третий аккаунт. Это работает до определенного момента. Потом, конечно, хайп вычисляет эту историю и блокирует. Поймите, здесь жадничать тоже зачем? Люди работают над системой, люди ее постоянно совершенствуют, добавляют новые драйвера, постоянно работают над ее улучшениями. Они не зарабатывают, грубо говоря, на майнинге, вот то, что вы сидите на пуле. Пул не берет эту комиссию. А знаете, да, как было раньше на Винде, пул берет комиссию, майнер берет комиссию, и в итоге там остается вот прям крапаль. Здесь же все честно и прозрачно. Поэтому эти люди берут вот эту маленькую маржу, там, 3 доллара с дополнительного рига, либо, либо, кстати, есть возможность 3% с намайненного просто платить. Да, то есть не 3 доллара конкретно, прям фиксированную сумму, а 3% с намайненного. Там вы сами в своем личном кабинете выбираете, так или так вы хотите оплачивать свои дополнительные риги. Но поверьте мне, в этом есть определенный кайф, и это крайне удобный функционал. Продолжаем вопрос того, что у вас много ригов. Когда у вас много ригов, скорее всего, лично у вас есть какие-то другие обязательства по жизни, либо вы уже отдыхаете на Мальдивах, и вам все-таки нужно, чтобы кто-то мог управлять вашими ригами. В чем огромный плюс хайва? Вы можете дать ограниченные права, просто имея логин пользователя. Разрешить там производить настройки, разрешить переключать там другие монетки, без разрешения там какого-то вывода, удаления или еще что-либо. В общем, права вы настраиваете так, как хотите. Вот настолько гибко, насколько вам самому будет это удобно. И в любой момент вы можете дать права и отобрать права. Именно тогда, когда вы захотите. То есть никто не сможет навредить конкретно вашим ригам. Но при этом может удаленно помогать ими управлять, чтобы не занимать ваше личное время. Например, у вас есть собственность и садмин. Вот для него, мне кажется, это прям идеальная история. Для особо параноидальных людей существует возможность дополнительно защитить свой аккаунт посредством функционала ДНС. Еще очень много ко мне лично поступало вопросов, а можно ли собирать там риги из разных видеокарточек, там даже, допустим, разных моделей, брендов и всего остального. Можно даже собирать наполовину красные, наполовину зеленые карты в одном риге. И в хайве настроить это будет никаких проблем. То есть если на винде настраивать вот эту петрушку там красные с зелеными, это просто последние волосы на голове можно потерять, потому что, ну, это жесткий трэш и угар, то на хайве все это делается легко и просто, потому что есть, опять же, как я говорил, возможность настройки каждой карты по отдельности. Вы выбрали четыре карточки зеленых, настроили сразу, выбрали четыре красочки красных и сразу же их настроили. Никаких проблем. В хайве уже зашиты заранее все драйвера как для красных карт, так и для зеленых карт. Все прошивки для красных карт. Вам просто нужно выбрать ту, которая вам необходима, и она у вас непосредственно подкачается на сам риг. Чтобы вы понимали, как происходит вообще взаимодействие вашей фермы и непосредственно системы хайве. Вот у вас риг, на нем установлена система. Это система Linux. Вы там, когда зайдете, подключите мониторчик, вы увидите только набор бегущих строк, в которых вы можете увидеть, что карты майнятся, что выдает такой хешрейт, можете увидеть их температуру и много других значений. Все, больше там нечего смотреть. Температуру там не более. И также можно битый шар и увидеть, когда риг завис. Также вы через вот это окошко на самом риге вы привязываете непосредственно ферму к хайву. Как это сделать, мы показали в ролике майнинг от Адая. Вы можете посмотреть, там есть подробнейшая входить в хайв, как настраивать хайв и не только. Так вот, в хайве все уже есть. Вы выбираете то, что вам необходимо и он сам автоматически, причем очень быстро подгрузит все это на вашу ферму и все ваши карты привяжутся и будут работать. Даже вот только-только вышедшие 3060 Ti, которые вот, ну, сложно, да, по сути, было на 3070 было сложно найти дрова. На 3060 Ti все, пожалуйста, уже там сразу было. Буквально 5 минут и мы запустили эти риги и все заработало. Ну и последний пункт. Это, конечно же, сообщество и поддержка самой системы Хайв Уэс. Майнинг это явление относительно новое. Оно стало известным в 2017 году, вот массово известным в 2017 году и то для очень узкого круга населения. Сейчас идет вторая волна майнинга и все больше, больше, больше людей об этом узнают. Больше людей в него пытаются войти, хотят этим заниматься. И люди эти новички. А новичку что? Самое сложное это вообще понять и разобраться в том, как это работает. Разобраться в хайве, в его проблемах, когда что-то возникает, какие-то ошибки, какие-то проблемы и прочее, прочее. Поэтому вы смотрите блогеров, таких как я и не только я. Мы пытаемся это вам рассказать и показать. Те, кто у нас клиенты покупают Риги, они мне пишут об всяких проблемах, но иногда бывает так, что я не могу ответить в режиме реального времени и поделиться там каким-то своим опытом в режиме реального времени. А это все время. Поэтому есть огромное сообщество в Твиттере, в Фейсбуке, группа в Телеграме, также новостной канал ВКонтакте и поддержка, которая работает 24 на 7. Без всяких проблем вы можете пообщаться с единомышленниками, кто уже давно майнит, например, и работает на HiveOS системе. Может, кто-то вам поделится какими-то определенными фишками, разгонами, драйверами и прочим, прочим, и прочим, и прочим. То есть, никаких сложностей нет. Вы никогда не останетесь в этом плане один. И если возникают какие-то реально сложности, там, Hive завис. Бывало такое, что последний месяц там у Hive было несколько обновлений и визуально он подвисал. То есть, фермы продолжали майнить, а визуальная часть подвисала и невозможно было там отредактировать рик или еще что-либо сделать. Прямо буквально я написал HiveOS и мне моментально дали ответ, что происходит, как происходит, когда это закончится, когда все заработает. Это чудесно, потому что поддержка это одно из самых важных вообще продажах в продуктах, во всем. Мы стараемся оказывать максимальную поддержку нашим клиентам. Вот насколько это возможно. Я на трубке вешу 24 на 7 для того, чтобы каждому ответить по поводу ценообразования, каждому ответить, у кого какие-то проблемы возникают с нашими ригами, когда их кто-то покупал. В общем, на любые абсолютно вопросы. Мы стараемся и Hive старается это делать так же хорошо. Проблем нету никаких. Поэтому вы всегда можете знать, что вы защищены, что вам всегда помогут и вы платите деньги не просто так, не в воздух. Это действительно того стоит. Ну а для тех, кто заинтересовался и майнит, к примеру, на RiveOS, может легко перейти на Hive путем скрипта Hive Replace. То есть тут сложностей никаких. Даже особо переустанавливать систему не надо. Также, кстати, хотел подметить, что Hive не обязательно требует даже жесткого диска. Можно запускаться с флешки. Но по нашему опыту скажу, что с флешки загрузка идет медленнее. С SSD жесткого диска все же загрузка стартует гораздо быстрее. Поэтому мы до сих пор устанавливаем SSD. Также внизу будет в описании этого ролика наша реферальная ссылочка. Вы можете по ней регистрироваться. Мне будет приятно. Ну а для вас, мои дорогие подписчики, я совместно с Hive придумали промокод. Промокод сладков10Hive позволит вам вводить его при регистрации в окошко и получаете сразу же 10 долларов на счет. Это немного, но приятно. Также этот промокод вы можете сразу использовать, например, на оплату дополнительных ригов. Вот если у вас там 4-5 ригов, то вы также можете сразу эти 10 баксов использовать на оплату дополнительных аж целых 3 ригов и еще целый доллар у вас останется. Мелочь, но приятно, потому что вы сможете понять весь этот функционал даже на большее количество ригов уже даже по этим средствам. Ну а если этот ролик вам понравился, поддержите его лайком, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, понравился вам этот ролик или нет. Хотите больше знать про Hive? Мы сделаем еще более интересный подробный ролик с разбором HiveOS, функционала и каких-то, возможно, определенных отдельных функций, которые могут беспокоить именно вас. Проблемы, которые с ним возникают, способы их решения и не только. Об этом увидимся, пообщаемся в комментариях. Ну а с вами был Павел. До новых встреч!